Психологи утверждают, что в каждом взрослом человеке живет ребенок. И именно эта детская часть нашей души – источник для творчества и вдохновения. Те, чей внутренний ребенок открыт, энергичен и свободен, способны создавать удивительные вещи и делать окружающий мир ярче. Героине нашего следующего сюжета – Ольге Ларионовой. Вернуться в прекрасный мир детства помогло ее увлечение. Мастерица изготавливает куклы. Каждое – это настоящее произведение искусства. Мои коллеги с подробностями. Вот в этом доме скрывается мечта любой девчонки. Целая комната, наполненная куклами. И каждая – единственная и неповторимая в своем роде. Это кукла Лизонька. Обратите внимание, какие милые у нее черты лица. Она такая царственная. И котик с ней такой забавный тоже. Вот эта куколка Ариадна. Почему-то я не знаю, мне так захотелось ее назвать. Посмотрите, как играют краски, переходящие от зеленого в бордо. А эта кукла у нас музыкальная. Давайте я вам покажу, какая звучит у нее музыка. Лебединое озеро. Сейчас в коллекции мастерицы более 20 кукол, изготовленных ее руками. А началось все около шести лет назад – создание вот таких простых поделок. Потребовались годы работы, чтобы методом проб и ошибок выработать свой стиль и технику. Начинается кукла вообще просто слепки. А потом уже делается тельце. Кукла обрастает руками, ногами. И потом уже самое главное, самое приятное – она уже начинает обретать костюм. На создание кукольного персонажа может уйти не один месяц кропотливой работы. Изготовление лица и ручек требует особой собранности и ювелирной точности. Каждая мышца или морщинка добавляется поэтапно. После очередного запекания в духовом шкафу лицо обрастает все новыми чертами. Появляются волосы и реснички. Я сделала глазки, все полностью. Технология такая, маленький секрет открою. Пол запекания. Я сделала часть чего-то, запекла, поэтапно запекаю, потому что пластик очень мягкий. И можно своими руками просто повредить то, что вы только что сделали. И потом вставляю реснички. И видите, здесь совершенно другой пластик, белый. Я его закрепляю этим пластиком, реснички, и снова в духовку. Так они у меня очень крепко сидят. Глазки потом расписываю масляными красками. Обязательно покрываю воском личико, чтобы оно приобрело цвет лица. А маленький секрет, как только у головки появляются глазки, говорят кукольники, что она уже живая. К своим куклам Ольга Ларионова действительно относится как к живым. Ведь в них было вложено столько сил, а главное души, что каждая из них теперь стала родной и близкой. Это часть меня, потому что я, вот, жизнь повседневная, она, ну, всякое, напряжением, там какие-то проблемы бывают. Все, я, день рабочий заканчивается, я сажусь, дом затихает, и мы с ними начинаем работать. Я, и знаешь, даже захожу в эту комнату, я как-то с ними все время здороваюсь, потому что я ощущаю их присутствие, и какое-то, может быть, ну, меня поймут только кукольники. Все куклы абсолютно разные. У каждой свой неповторимый образ, продуманный до мельчайших деталей. Причём, какими им быть, куклы диктуют сами. Их объединяет лишь одно – все они доброжелательные, и окружающий мир встречает с улыбкой. У каждой свой характер. Вот когда начинаешь делать куклу, она диктует тебе и выражение глаз, и потом начинает диктовать и положение рук, и положение тела, и какой-то свой костюм, какие-то детали. Там уже идёт, даже это не моя работа, это вот у нас совместный труд вместе с куклой. Опять же, я говорю, что немножко звучит странновато, но это моя как-то жизнь, наверное, сейчас. Мне очень нравится этим делом заниматься, и я посвящаю этому очень много времени. Ко всем своим куклам мастерица относится с одинаковым уважением и любовью. Но есть среди них и две особенные, выполненные в постельных тонах. По мнению Ольги Валентиновны, они несут особый смысл. Это «Ангел» и «Коломбина». Я считаю, что это композиция, потому что смысловая нагрузка такая, что она, ну, как бы, девочка ждёт помощи и смотрит в небо, а ангелы смотрят на неё. То есть вот такой какой-то связь. А какие у него изумительные глаза. Он вот смотрит глазами и заглядывает в вашу душу. Поэтому мне как-то нравятся вот очень возрастные куклы. Вот это мой хранитель. Мастерить кукол наша героиня начала, чтобы заработать немного денег в пенсии. Сейчас простое увлечение переросло в смысл жизни. И несмотря на то, что занятия это дорогостоящее, а сами куклы редко кто может себе позволить купить, Ольга Ларионова бросать любимое дело не собирается. У неё в мечтах принять участие в какой-нибудь выставке, чтобы, как говорит мастерица, выкулять кукол, а самой пообщаться с другими мастерами и научиться ещё чему-то новому. В доме Ольги Ларионовой много не только кукол, но и картин, вышитых художественной гладью. Большую часть из них вышила её свекровь Анна Викторовна Ларионова. Именно во многом благодаря ей, героине нашего сюжета, и начала заниматься творчеством, которое сейчас даёт такие результаты. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События». Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «Сwelling». Продолжение следует...